Спасибо за заселение. Хорошо? Спасибо. Вы мне просто говорили 4 месяца назад. А вы помогли им за обязанности? Почекайте, вы обещали обязанности этих людей. Они не пошли, потому что вы не дали отмашки. Потому что тот договор, который вы предлагаете людям, он не договор, связанный с предоставлением тех услуг, которые им нужны. Там речь идет о предоставлении ваших социальных услуг. А люди хотят проживать. То есть разные предметы договора. Это притулок, в том числе? Нет. В данной ситуации люди заинтересованы в проживании. Право на проживание отдается со стороны управителям имущества. Управителям имущества у нас выступает районная администрация. Люди обратились в районную администрацию. Вы мне дали документы для изучения. Я передала свою информацию. Вы 4 месяца изучали, как юристы их изучали? Я сразу дала ответ тем людям, с которыми я работаю. Я думаю, что вы поступаете просто некорректно с нами. Я поступаю в интересах тех людей, которых я защищаю. Вы мне говорите о честности, после того, как вы сейчас... Мы не должны давать дело в пользу. Таня, как сказали? Мы сказали, не Дмитрия Ивановна, куда нам перетеляться? Куда давайте? Я не должна давать вас успокоить. А как несколько раз вы пытались вывозить то оборудование, которым люди пользуются, которое приобреталось для этих людей? Нет. А кто из вас? А кто из вас? У вас есть в той комнате. Пожалуйста, даже обращение вот там есть. Стоит, в котором написано. Что мы вынесли? Скажите. Вы у нас забрали на российскую камеру, вы забрали у нас пульт от кондиционера в марте месяце, когда был холод и отопления не было. Вы забрали у нас обогреватель, которым на кухне мы обогревались, дети. Хотя бы один обогреватель, потому что... Это для вас приобреталось? Это приобреталось для этих детей? Еще раз поясню. И еще, подождите, еще я скажу. Из последнего разговора с Людмилой Ивановной, мы разговаривали с ней 12 мая, она меня пригласила, предложила переехать к нашей семье на 3 месяца летний оздоровительный лагерь или комплекс, не знаю, Житомирская область, с каждого человека по 300 гривен, включая питание. Там будет вам очень хорошо. Я говорю, а вы там были? Она говорит, нет, я там не была. Если вы хотите, то мы поедем с вами и посмотрим. Но вам там будет хорошо. Хватит вам жить в комфортных условиях. У меня вопрос, Алексей Петрович. Почему Людмила Ивановна решает, в каких условиях должны жить мои дети? И какие это есть комфортные условия? Вы же понимаете? Еще вопрос. Я сюда приехала в 14-м году, забрав детей. Когда похоронили ихнюю маму, мы удирали оттуда. Нас просто волонтеры собирали, загребали во все автобусы, пихали и привозили сюда. Я ехала в свою страну. В свою неньку, чтобы она меня сберегла. Она дала мне крышу, кровь. Вам дали крышу? Да, дали, спасибо. Подождите, не перебивайте мне, пожалуйста. И что я сейчас слышу? Каждый раз после прихода Людмилы Ивановны Крупчинской. Это не секрет. Все пьют таблетки, все пьют. Просто вот такое пренебрежительное. Почему к нам такое отношение, Алексей Петрович? Мы что, какие-то прокаженные или что? Я не по своей воле бросила свое жилье и приехала сюда, понимаете? Там есть война. Там есть война. А Людмила Ивановна утверждает, что там нет войны. Так у меня вопрос. Все-таки у нас есть война или нет? Скажите мне, пожалуйста, люди дорогие. У нас есть АТО. У нас есть АТО. Но какая разница, убивают людей и в АТО, и на войне, понимаете?